Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и сегодня у нас дополнительный выпуск, о котором я говорил в предыдущем выпуске, о неандертальцах и так называемой вулканической катастрофе, произошедшей на Северном Кавказе. За основу я беру статью, интервью у специалистов по древней истории, это Голованова и Дроничева из Петербурга, сайт anthropogenes.ru, ссылка на него в описании к ролику, они брали это интервью, я просто перескажу его, потому что тут добавить особо нечего, специалисты они очень высокого профиля и говорят очень простым языком те вещи, которые мы хотели бы услышать. Речь вообще пойдет о так называемых открытиях из Мизмайской пещеры. Просто Мизмайская пещера, она вообще знаменита тем, что там были найдены самые хорошо сохранившиеся остатки ребенка неандертальца, девочки, если не ошибаюсь, благодаря которым удалось ученым произвести сепленирование ДНК неандертальца, и определить связи о том, что от 1 до 4 процентов генетического материала неандертальца присутствует у современных людей. Но с другой стороны, они опровергают массу скрещивания этих видов человека, о чем мы сейчас и поговорим. В общем, суть в чем, они участвовали в этих раскопках в Мизмайской пещере, и как у нас всегда в России бывает, все открытия из этой пещеры, самые важные открытия, они известны за рубежом, но не в России. Как обычно, у нас почему-то все наши специалисты очень хорошо знают за рубежом, но в России наука не в почете, к сожалению. В качестве исторической справки, Мизмайская пещера была открыта Северокавказским политическим отрядом в 87 году, на имя Голованова и тогда были раскопки открыты, и она была начальником этого отряда. Что можно сказать? Ну, во-первых, для эпохи Среднего Палеолита, здесь появлено 7 этапов заселения пещерной интертактами от 70 до 40 тысяч лет назад. Слоями она уже шла. Важно, что пещера помогла именно разобраться в взаимосвязи у других памятников, холоскопок, которые по всему Северному Кавказу были до этого, и вообще развитие культур неандертальцев в этом регионе. То есть мы говорим о том самом каменном веке, о котором я говорил в прошлом выпуске, о том, что были разные находки в разных периодах, и теперь как бы считалось, что они, скажем так, они были в это в одно время, это в другое, как бы вроде друг друга продолжают. Но на самом деле это просто параллельно развивавшиеся вещи. Вот она рассказывает, что были дискуссии вокруг стоянки Ильской под Краснодаром, памятников Губского ущелья, и изучение пещеры этой показало, что эти памятники как раз только и говорят о развитии одной культуры, но в разное время. На ряде памятников как раз таки были остатки неандертальцев. Их культура была близка восточноевропейскому, так называемому Микок культуре. Эти неандертальцы, они были культурно близко к тем же своим сородичам, которые жили в Крыму, в Юго-Восточной Европе и даже в Центральной Европе. И генетические и антропологические данные из Мизмайской пещеры подтверждали близость неандертальцев Северной Кавказы и Центральной Европы. Были прямые даты установлены, это 60-70 тысяч лет, а второе это 40 тысяч лет. Вторым важным результатом изучения пещеры стало обнаружение в глубине пещеры хорошо сохранившихся уровней обитания человека уже в позднем палеолите в каменном веке. Здесь были найдены один из самых ранних на Кавказе культур современного человека, который датируется от 33 до 36 тысяч лет. Что дает календарный возраст около 38-39 тысяч лет. То есть находки кардинально изменили представление о позднем палеолите Кавказа. Выяснилось, что в общем-то многие находки более раннего периода, в них были ошибки в связи с тем, что сами методы были грязные. Скажем так, слои расплавлялись очень неровно и при раскопках они перемешивались. И поэтому датировки просто плавали. То есть разные слои из древнего, с передного периода, с среднего они все в одну кучу попадали. И поэтому считалось чуть ли не 17-18 тысяч лет до нашей эры. Не позже на территории Кавказа находки. А когда они дали четкие раскопки, и четкий анализ сделали, получилось 38-39 тысяч лет. Для современного человека, что очень удревнило все это. И начали смотреть аналогии в других частях мира. И это очень сходилось с тем, как развивалась культура Ближнего Востока, как иммиграции теоретически происходили у людей. В том же, допустим, Ливанте, это Ближний Восток, это Ливан, ну Ливан, Израиль. Там, допустим, подобным способом определили, что были сначала там неандертальцы, потом туда пришли люди, потом люди ушли, а неандертальцы остались. И через много десять тысяч лет, двадцать тысяч лет пришли снова. Люди вернулись. Так же и здесь. То есть миграции были разные, где-то человек не справлялся, уходил. А неандертальцы, он был более приспособлен к африканскому, а именно к европейскому климату, более суровому. И оставался после каких-то катастроф. Итак, самое интересное, что они нашли в этой пещере, это то, что культура неандертальцев, которые там проживали, внезапно исчезает. Примерно около сорока тысяч лет назад. То есть они увидели, что как бы нет развития. То есть те, скажем так, остатки культуры материальной, которые появились позже, в тридцать девять тысяч лет нашей эры, они отличаются от тех, что были до этого. То есть видно, что развитие происходило, то есть это не тот, допустим, наконечник, который мог бы развиться вот в этот, в новый. То есть это разные культуры совсем. То есть та прервалась, а новая уже пришла совсем готовеньким. И отличалась от старого сильно. И фиксировался крупный экологический стресс. Речь о вулканическом пепле, который был обнаружен еще в 2004 году, но только в 2006 был проведен весь комплекс исследований. Пепел относился к извержению Казбека. Если смотреть в более широком смысле, это извержение совпадает со временем с суперизвержением так называемых флегрейских полей в Италии. Около сорока тысяч лет нашей эры. На месте Неаполиса современного. То есть это были супервулканы. Не просто вулканы, а супервулканы. Это сумасшедшая, страшная вещь. Это Елоустонский вулкан. И эти извержения совпали. Может не одновременно, но очень близко друг к другу. Это был цикл активного вулканизма в новейшей истории геологической земли. Так вот, извержение Казбека, след которого найдено в Мизмайской пещере, это только один из цепочки этих вулканов, которые извергались. И общий эффект этих извержений может быть сопоставим с ядерной зимой. В настоящее время есть новые данные об извержении вулкана Святой Иоанна, например, в Южных Карпатах. То есть на промежутке цепочки этой. Привязательно в эти же даты. И новейшие генетические исследования свидетельствуют практически о полном отсутствии гибридизации. То есть смешивания и инертации современного человека. То, что я уже говорил. То, что геном показывает от 1 до 4% всего современного человека. И если скречивание имело место, то это было всего 65 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. То есть в более отдаленные времена. И самая еще первая волна людей, которая позже откатилась обратно в Африку. По данным генетиков, неандертальцы от Гибралтара на юге Передницкого полуострова до пещеры Окладникова на Алтае составляли тогда очень небольшую популяцию. Вообще в принципе всегда. Около 12 тысяч особей, из них 35 тысяч женщин. Причем размер популяции сохранялся на протяжении всей их истории. В 400 тысяч лет почти. Существование в Западной Евразии и никакого сокращения популяции в связи с расселением современного человека, по данным генетики, не отмечалось. Это был просто устойчивый размер популяции постоянный у них. Но несмотря на то, что неандертальцы были очень широко расселены, вот как раз в этот период, 43-48 тысяч лет назад, их популяция быстро исчезла. И вот эти ученые, они выдвигают гипотезу о том, что решающую роль как раз сыграли вот эти вулканические извержения, которые, ну скажем так, образовали зоны смерти. То есть покрыв пеплом полностью Северный Кавказ, Причерноморье, Черное море, Балканы. Они во многом даже считаются... Ну то есть вымерло все, что здесь было живого. И тот неандертальц, который находился в Европе, он оказался изолирован в Испании, поэтому очень многие находки, самые поздние неандертальцы, именно там находят. И поэтому человек туда так поздно пришел, в ту территорию, он не мог пройти эту зону смерти, так называемую, безжизненную пустыню. Возможно, что неандертальцы остались, но их популяция была очень разделена, резко сократилась, и в результате они как бы потеряли способность воспроизводить потомство в той мере, которая могла бы спасти их популяцию. При этом в Мизмайской пещере проводили еще исследование химического характера. Были обнаружены следы двух извержений. И как раз неандертальцы исчезали после второго, более позднего. Так, например, в костях неандертальца, который сейчас существовал в этом промежутке между извержениями, было найдено очень много вредных элементов. Что говорит о том, что волокнические вот эти извержения, они очень сильно повредили экологическую обстановку. в регионе. Как бы самого пепла много было не было найдено, но это подтверждается лишь тем, что тот факт, точнее, что позже люди, заселившие пещеру, они как-то утрамбовали сильно пол-то. Это надо очень такие серьезные исследования проводить. Причем, самое интересное, что на тот момент неандерталец переходил, как и человек современный, тоже к определенной эпохе. Ну, как сказать, у него происходило усложнение культуры. То есть, этапы развития были одинаковые у людей. Ну, вот как бы люди пережили, а он нет. И как бы люди, условно говоря, в Африке в это время спрятались. То есть, как раз фиксируется уход первой ровной людей из Азии в этот период узкий. В общем, Низмайская пещера открыла нам целый такой ряд вот этих интереснейших событий древнейшей истории. Вот эти анализирования с помощью химических способов, современными технологиями показывают совершенно другую историю развития. И она стала ключевым фактором вообще в понимании того, что же происходило в те древние времена вообще во всей территории Евразии. Даже не только территории здесь, Северного Кавказа. Поэтому, в общем, следите за новостями. Думаю, будет там очень интересное исследование, и они будут продолжаться в этом же духе. Кстати, можно посмотреть на сайте antropogenes.ru. Ребята очень постоянно интереснейшие постят вот именно по теме антропогенеза человека, человеческой особи и вот этих всех древних каменных вековых историй. И видео там есть, и почитать что. Так что следите за новостями, делитесь с друзьями, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!